Основная теорема о симметрических функциях. Звучит она так. Любой симметрический многочлен от, в данном случае, от трех, хотя это на самом деле не только четыре, от x1 на x3 и так далее, xn, выражается в виде многочлена от σ1, σ2, σ3 и так далее, σn. То есть, по этой самой основной теории о симметрических функциях, я могу выразить вот это выражение через эти штуки. Единственная проблема, я не доказал. Вопрос. Какой степени этот многочлен относительно x1, x2 и так далее? Здесь квадратный, квадратный, квадратный. Всего какая степень? Шестая. Шестая. Итак, у меня сейчас проблема. Мы с вами не доказали основную теорему о симметрических функциях. Что? Смотрите, там первый x1 в квадрате, что есть один в квадрате, а там нет x5 в квадрате, а почему это 6 в квадрате? Нет, вообще, у вас любое выражение, когда вы переможете, там будет всего 6. Ну, то есть, кто-то из них будет x1, кто-то x2, кто-то x3. То есть, относительно x1, да, это отношение к четвертой степени, вы правы. Но относительно всех, такая общая степень. Понятно, да? Вот. Такой говорит, что это основную теорему о симметрических функциях мы не доказали. Замечательно. Во-первых, это несложно. Я надеюсь, мы это сегодня сделали. А, во-вторых, мне хочется сначала, чтобы вы увидели, как она работает. Потому что, в конце концов, знаете, это, конечно, замечательно доказывать теорему, но пусть она сначала покажет, что называется, свою силу, да? Итак, рассказываю. Вот у меня есть три буфки. x1, x2, x3. У меня есть многочлен. Очевидно, симметрический. Согласны? Многочлен 6 степени. Скажите мне, пожалуйста, давайте я временно пока забуду про то, что это 0. И временно я буду просто выражать все это через сигва 1, сигва 2, сигва 2. А уже потом подставлю конкретное значение 0, b и минус 2 вместо 2. Замечательно. Итак, кто мне из вас скажет, может ли у нас быть сигма третья в квадрате? Или нет? Да. Ну, вообще-то может. Совершенно запросто. Сигма третья может быть в квадрате и с каким-то коэффициентом. Правильно? Я не знаю, с каким-то коэффициентом. Хорошо? Хорошо. А может сигма третья быть в кубе? Нет. Нет. А может сигма третья быть еще на что-то умножено? Нет. Значит, видно, что сигма третья более чем квадратное бывает. Хорошо. Может быть сигма третья умножить на сигма второе и на сигма первое? Шестая степень или нет? Как считаете? Не шестая. А сигма даже что? Хорошо. Может ли у меня быть сигма третья умножить на сигма первое в кубе? Да. Так, а еще что-нибудь с сигма третьим можно сказать? Отлично. Поехали дальше. Может ли у меня быть сигма второе в квадрате? Может ли у меня быть сигма второе в квадрате? Сигма первое в квадрате. Сигма второе в первой степени. Сигма первое в четвертой. И, наконец, сигма первое в шестой степени. Вот, ребята, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь неизвестных. Семь неизвестных я должен подобрать так числа А, Б, Ц, Д, Е, Ф, Ж, чтобы выполнилось такое должство. Ну, что теперь? Если верить в основную теорему сегричности. Моль подставить сигма. Подставить, конечно, можно. И раскрыть скобки можно. Гула в этом пункте очень хорошо писал. Искусство алгебры в том, чтобы знать результат вычислений до того, как эти вычисления проведены. То есть, вот кто-то там исписывает страницу за страницами вычислений. А алгебра и смотрит и говорит, что должно получиться число 259. Вот вы посчитаете еще там, два часа посчитаете, и у вас получится число 259. Значит, хорошо, правильно. Если не получится, значит, вы ошиблись пересчитываете. Но ответ все равно 259. Поняли, да? В этом наша цель. Повторяю, я уже на прошлом занятии рассказал вам, как получать формулу для уравнения третьей степени, что называется, быстро. Сейчас я делаю это медленно. Но зато сейчас я пытаюсь рассказывать заодно симметричных функциях. Так вот, господа, давайте приглядимся к этому угрожению и поймем, что некоторые коэффициенты здесь совершенно точно надо отбросить. Помните, вы там сказали, относительно х первого этот многочлен только четвертой степени. Было такое? Замечательно. А вот обратите, пожалуйста, внимание, когда у вас сигма первая в шестой степени, хочешь, не хочешь, но там х первая будет прямо в шестой степени. Правильно? А если х первая будет в шестой степени, то оно потом уже ни с чем не сможет никак уничтожиться. Объясняю, почему. Когда сигма вторая, то х первая обязательно смешана либо с х вторая, либо с х третьим умножается. Когда сигма третья, оно умножается даже на две. Понятно? Значит, я уже делаю замечательную вещь. Я говорю, что же обязательно равно нулю. Отлично. Теперь смотрим дальше. Здесь у меня сигма первая в четвертой степени. А вы помните, что там х первая будет в четвертой степени, да? И есть еще сигма вторая. Сигма вторая начинается на х1, х2. Так, вообще, видите, в этой науке очень важна вещь словарный порядок или лексикографический порядок. То есть давайте считать, что мы все вот эти вот выражения симметрические записываем, как если бы составляли энциклопедические слова. Понимаете, да? На букву а сначала, потом, да, там а, а, а. Есть такое слово? Там аахин, по-моему, есть такое слово, да? Горь такой. Вот, там, не знаю, там аббревиатура. Астрахань, да? Кто там еще бывает? Дело в том, что х1, оно как бы самое, самое такое вот старшее. Если невозможно х1, то х2, если невозможно х2, то х3. Такой принцип, да? Х1 это как бы а. Х2 b, х3 v, ну и так далее. Замечательно. Итак, все ли понимают, что эта степень по х1 будет 5? Потому что здесь четвертая степень, а здесь, да, не первая. Значит, это тоже нужно зачеркнуть. Дальше вот что. Здесь степень по х1 у меня какая? Вторая. Хорошо? Здесь степень по х1. То есть у нас есть просто такое слово, х1 квадрат. Здесь степень по х1 какая? Вторая. Тут же вторая. Но здесь есть такой человек, х1 квадрат, х2 квадрат. Замечательно. Значит, это х1 в четвертой степени умножить на х2 в квадрате. Смотрим. Х1, чтобы было в четвертой степени, мы его должны отсюда взять два раза. Отсюда взять должны два раза. И х2 мы это должны отсюда взять. Ребята, это будет с коэффициентом 1. Я нашел, что число е равно единице. Идею поняли? Отлично. Число е, это у нас единица. Я их стираю, и вот эти вот я тоже стираю. Заметьте, выражение стало уже более понятно. А, В, С, Д, А, между прочим, уже осталось параметров всего 4 штуки. И сейчас я могу сделать так. Я могу вместо чисел х1, х2, х3 подставить такие числа, да, собственно, любые числа, и получить некое уравнение на эти самые АВЦД. Например, вот давайте подставляем х1, 0, х2, 0, х3, единица. Скажите, пожалуйста, чему в таком случае равно сигма 1? А сигма 2, а сигма 2, а сигма 3, 0. Посмотрите, а разве не одно удовольствие посчитать эту вещь? Здесь у меня будет 0, 0, 0. Здесь будет тоже 0. Ой. И здесь будет 0. Это, конечно, правда, но неинтересная правда. Вот. Хорошо. Ну, давайте поэкспериментируем дальше. Скажем так. Х2 теперь будет минус 1. Тогда сигма 1 это 0. Опа. А сигма 2 что такое будет? А? Минус 1. Ребята, а это намного интереснее. Объясняю почему. Потому что, смотрите, сигма 3, 0, это значит, что вот эти уже 0, да? Сигма 2 минус 1, это значит, здесь будет минус d. Это у нас 0. Значит, правая часть, это будет минус d. А теперь давайте узнаем, что такое левая часть. Значит так. Разница между ними в квадрате 1. Между этим разница в квадрате... Сколько? Когда из единицы вычитаешь тоже единица. И разница между этими будет минус 2, как в квадрате 4. Вот. Господа, это замечательно. Я, подставив вот эти конкретные числа, сумел найти число d. Оказывается, d это у меня минус 4. d у меня это минус 4. Хорошо. Осталось, осталось у меня всего 3 неизвестных. Вот, к сожалению, дальше я не вижу, господа, никакого реального все-таки шанса, кроме того, чтобы не посчитать, чтобы не посчитать, ну вот, чтобы вот так же не представлять. Потому что, ну, можно, конечно, дальше раскрывать скобки, но это будет действительно хуже. Поэтому у меня к вам такое предложение. Значит, давайте сейчас сделаем еще одну операцию подстановки. А именно, вместо, скажем так, берем числа 0,1,3. Что это такое? Значит, так, сигма первая, это будет 4, сумма попарных произведений, это будет 3, произведения всех, это будет 0. Поехали. Теперь, то есть, для этих чисел вычисляю дискриминал. Квадрат разности единица, здесь квадрат разности х первого, и это будет 9, и здесь 4, это будет 36. Отлично. 36. Теперь подставляю сюда. Я действительно прошу прощения, что это нужно все делать так подробно, но... Итак, сигма 3 и 0, поэтому вот это вот, это зря сделал. Мне сейчас нельзя, чтобы сигма 3 равнялась нулю, потому что у меня проблема же именно вот с этими тремя коэффициентами, поэтому я в принципе не имел права подставлять туда... Простите меня, пожалуйста, ребят. Так, 1, 2, 3. 1 минус... Что? Не-не, нормально. 1, 2, 3. Здесь 6, сумма это 6, сумма попарных произведений. 2 плюс 6 плюс 3. Сколько будет? 11. 11 и здесь что будет? 6. Так, начинается ужас. Чему равны разности? Значит, разность единица, разность единица, здесь разность это будет 4, правильно? 4, отлично. Так, а умножить на сигма 3 в квадрате. Это 36а. Замечательно. Дальше. Плюс B умножить на произведение... 396. О, ужас. 396B. Так, и теперь здесь сигма 3 умножить на сигма 1 в кубе. Ну, проще говоря, это называется, ребята... 6 в четвертый. Так, 36 на 36, кто помнит? 1296, правда? Проверяйте. Проверяйте. 1296C. Так, отлично. Минус 4 умножить на сигма 2 в кубе. Так, сигма 2 это 121... Нет, 121 это в квадрате. 1331 умножить на 4. О, ужас. 1331 умножить на 4. 4, 2, 1 и 12. 3, 1 и 4, 5, да? Это пойдет с минусом. 5324. Так, и плюс сигма 2 в квадрате. 121 умножить на 36. Ооо, ребята. 6, 2, 7, 3, 6, 3. Проверяйте. Потому что я, разумеется, сейчас могу пробраться. Да, правильно. Что? Да, правильно. Да, правильно. Теперь 5, 3, 2, 4. Минус 4, 3, 5, 6. 14 минус 6, 8. 11 минус 5, 6. 12 минус 3, 9. 968. Значит, здесь будет с минусом 968. Отлично. Все эти числа делятся на 4, поэтому я могу написать первое уравнение. Первое уравнение звучит так. 9А плюс 99Б на 4 плюс 324С. Правильно? Так, равняется 4 плюс 968. Это 972 надо делить на 4. 972 делить на 4. Это 243, по-моему. О, да. Так, давайте-ка мы это удовольствие... Стоп. Что? Здесь что? 200... 286. На 4, 2. 243. 243. Нормально. Нормально. А плюс 11Б плюс... Сколько там? 36. Да? 36С равняется 27, да? Нет, это замечательно. Я вам больше всего скажу. Эти числа А, В и С обязаны быть целыми. По той самой основной теории асимпетических многочленов. Только что мы брали числа 1, 2, 3. Правильно? Да. Можно еще рассмотреть числа 1, 1, минус 2. 1, 1, минус 2. Тогда у них сигма... Молодец. Вот это да. Это нам даст пересен А. Молодец. 1, 1, минус 2. Объясняю почему. Сигма первая это будет 0. И это действительно нам упростит вот в этих местах, да? В трех. Отлично. Сигма вторая это сумма попального произведения. 1, минус 2. Правильно? Это уже минус 1. И еще минус 2. Это минус 3. Так. И сигма третья это минус 2. Спасибо большое. Действительно, я же для этих чисел могу вычислить вот эту штуку. Даже легко, потому что когда 1, 1, то это будет просто-напросто дисперминант 0, потому что 20 в падающих числа. А теперь смотрим сюда. А умножить на сигма третья в квадрате. Это, господа, просто-напросто 4а. Сигма первая 0, поэтому это исчезает, это исчезает. Здесь будет минус 4 умножить на куб вот этого числа. Нет, минус 3 куб. Куб вот этого числа, да? Это, значит, будет с плюсом 4 умножить на 27. С плюсом 4 умножить на 27. И теперь вот это. Ну, это 0. Неинтересно. Ребята, это же счастье. Я нашел, что число А это минус 27. А это минус 27. Значит, на самом деле у меня уравнение теперь такое. 11b плюс 36c это 54. Слушайте, слушайте, это на самом деле здорово. Потому что вот благодаря этой замечательной идее мы с вами уже нашли один бетикцент. И более того, у нас реально осталось написать одно уравнение, и все получится. Только, к сожалению, когда будем писать это одно уравнение, уже нельзя брать вот эти вот числа совпадающие, да? Потому что нам нужно, чтобы сейчас сигма первая была бы, к сожалению, не единицей. Ну, хорошо. Минус 1, 1, 2. Что? Минус 1, 1, 2. Ну, давайте, чего? Минус 1, 1, 2. Так, тогда эта радость минус 2. Так, это что такое будет? Попарное произведение. Минус 1, да минус 2. 2. Как? Будет минус 3. И плюс 2. Это будет минус 1. Так, точно? Без ошибки? Минус 2. Что? Вы же хотите, чтобы сигма 2 равнялась не будет? Нет. Ну, хорошо бы, конечно, но не обязательно. Нет. Так, мне интересно, сигма 3 это будет плюс 2, правда? Все. Значит, ребята, делаем сейчас эксперимент. Если у меня получится хоть какое-нибудь уравнение на эти самые А, В, С, то поскольку у меня вот, ну, А уже известно, поскольку у меня здесь есть одно уравнение на А, В и С, то мы действительно разложим и, так сказать, получим выражение. Потом я докажу основную теорию о симметрических функциях, ну и будет все здорово. Итак, вот у меня, значит, А это минус 27, я уже туда подставил. Сейчас нужно преспокойненько, главное, нельзя ошибиться, найти, чему равен дискриминант. Для этого надо взять вот эту разность, это двойка, двойка в квадрате это 4. Вот эту разность, это единица, неинтересно. Эту разность, это тройка, двойка в квадрате, да? Все, 36. Дискриминант это 36. Теперь надо без ошибки посчитать здесь. Минус 27 умножить на сигма третье в квадрате. Так и пишу. Минус 27 умножить на 4. Дальше, В-шку умножаем на произведение всех трех. Это 4В. Это 4В. Дальше, С умножается на двойку и на минус двойку в кубе. То есть на минус 16. Минус 16С. Дальше пошло. Минус 4 умножить на куб сигма второго. То есть на самом деле плюс 4 и еще плюс сигма второе в квадрате. И сигма первое в квадрате. Это у нас 4. И еще плюс 4. Так, отлично. Сразу все делим на 4. Получается 9 это минус 27 плюс В минус 4С плюс 2. Так, отлично. Значит, минус 27 переношу туда. Получаю 36. 36 минус 2 это 34. В минус 4С это 34. Так, ребята, мне бы теперь справиться. Умножается теперь верхнее на 9 и просто складываете. Верхнее на что? На 9. Верхнее умножаю на 9. И складываю. Хороший совет. 9В минус 36С. Так, 34 на 9 это 270 плюс 36 это 306, да? 306. И просто складываю. Получаю 20В с этой стороны и 360 с этой. B равно 18. Какое счастье. Какое счастье. Здесь получилось 18. Так, здесь теперь осталось подставить вот сюда 18. Получится 18 минус 34. Это 4С. С минус 4, да? Так, господа. Вот, еще раз. Конечно, это долго. Ну, извините, я и многожидан взял, но такой уж простой. Многожидан 6 степень. Вот. И у меня получилось выражение для дискриминанта. Минус 27С в квадрате плюс 18С в квадрате плюс 18С в квадрате плюс 4С в квадрате плюс 2С в квадрате плюс 4С в квадрате плюс 1С в квадрате плюс 4С 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 сразу же резко упростится. Нет, ребята, разумеется, можно было этим пользуясь, чтобы немножко упростить себе дело, но не в том-то сути, а в том, что я сюда подставляю. Вместо σ3 минус q, и получится что? Минус 27 q в квадрате. Так, σ1 0, σ1 0. Дальше, σ2 это p, минус 4p в кубе, и σ1 1. 0. Что? Теперь 0, да, это 0. Ребята, вот это выражение на самом деле, помните, было в некотором интересном виде внутри формулы Карданова. Я не знаю, помните вы формулу Карданова, Эльзенка? Это выражение было под корень. Вспоминаю. Что-то там было такое. Кто может ее вспомнить? Без куб. Из чего? Без куб. Да. Плюс 4p в куб. Ага. Плюс 4p в куб. Ага. Ребята, а не то, что это очень похоже? Деленое на 2. Деленое на 2. На 2. Деленое на 2. Ну и там плюс 4p в кубички из того же самого декциума. Правильно? Да. Ребята, а не то, что это очень похоже? У меня. Заметесь, между прочим, я считал сейчас, что называется, на сцене. И я сумел засчитать без ошибок. Вы могли видеть, что у меня не было с собой бумажек. И более того, я дома не готовился, я не считал. И вам того же желаем. Научиться считать без ошибок. Это очень важно. Мне важно, чтобы выяснилось, что там под корнем стоит тот самый дискриминант. То есть, вот оказывается смысл. Так, я уже стираю, потому что мне больше не понадобится. Вот тот самый дискриминант кубического уравнения. Это симметрическая функция. Это симметрическая функция. И она у нас задается вот такой формулой. Соответственно, если вы извлечете квадратный корень, то вы получите, что х1-х2 умножить на х1-х3 х2-х3 это квадратный корень из минус 27 в квадрате минус 4b в квадрате. Еще раз, в прошлый раз формулу получали гораздо быстрее. Но сейчас, заметьте, мы, что называется, при помощи симметрических функций дошли вот до этого этапа. Встретите, спасибо. Конечно. Мы, да, научно, что называется, да? Без каких-то приемчиков, а просто верили в симметрические функции. Считали, считали и выразили. И вот получилась у нас такая штука.